В этом видео мы поговорим про основные события, которые происходят сейчас на финансовых рынках, поговорим про перспективы движения различных инструментов, а также поговорим про те инвестиционные торговые возможности, которые существуют на сегодняшний день. Меня зовут Андрей Михайлес, я являюсь независимым инвестиционным консультантом, занимаюсь доверительным управлением, а также веду авторские курсы по инвестициям и трейдингу. Некоторые из моих услуг вы найдете в описании к этому видеоролику, также в описании к этому видео вы найдете ссылку на мой телеграм-канал, где я периодически делюсь своими мыслями по рынкам, торговыми и инвестиционными идеями и в целом полезным материалом в области финансовых рынков. Поэтому, если вам нравится тот контент, который я делаю, обязательно на него подписывайтесь. Ну а я желаю вам приятного просмотра. И для начала я хотел бы обратиться к тем, кто меня уже смотрит. Хотел бы спросить вашего мнения, насколько вам вот формат такого видеоролика, который вы дальше увидите, он интересен. Если он интересен, если вы хотите больше видеть таких видео, отреагируйте как-то в комментариях, поставьте обязательно лайк. То есть, по вашей реакции я буду видеть, что именно этот формат вам интересен. И, соответственно, в дальнейшем таких видеороликов на моем канале будет больше. Итак, главная тема на финансовых рынках на сегодняшний день – это пакет стимулов, который должен быть принят в ближайшее время в Соединенных Штатах. На сегодняшний день ведутся споры между демократами и республиканцами по поводу размера мер, по поводу структуры этих мер и так далее. И на сегодняшний день до конца непонятно, то есть, как конечный пакет будет выглядеть. Скорее всего, об этом мы узнаем в ближайшие дни. Но что мы знаем точно? Мы знаем то, что последняя статистика по рынку труда говорит о том, что шансов, что этого пакета мер не будет, они равны нулю. То есть, в любом случае, какой-то пакет мер будет. Вопрос лишь в том, в каком размере этот пакет будет принят. Следующее, что мы должны понимать, что даже если мы увидим улучшение в экономике, мы можем увидеть ослабление фискальных мер стимулирования. Но вот то, что меры монетарные, стимулирующие экономики, будут достаточно долго, это тоже на сегодняшний день является фактом. И то, что Федрезерв пересмотрел свой таргет по инфляции, то есть, если раньше мы могли думать, что вот инфляция вырастет до 2%, и тогда Фед начнет повышать ставки, то сейчас это уже не обязательно, и Фед будет ориентироваться на какую-то долгосрочную среднюю. То есть, монетарные меры стимулирования, они будут продолжаться достаточно долгое время. Я думаю, что многие из вас даже помнят такую фразу, которая курсировала в новостях от какого-то представителя Феда о том, что они даже не думают о том, чтобы думать, чтобы начать сокращать меры стимулирования экономики. Как я уже сказал, что в целом мы понимаем, что меры фискальные тоже будут приняты, весь вопрос лишь в их размере. И рынок это, безусловно, прайсит. То есть, рынок закладывает эти новые стимулирующие меры. Именно поэтому, несмотря на плохой отчет по рынку труда, который был вчера, мы увидели рост рынков. То есть, рынки закладывают новые вливания ликвидности. И все вот эти споры между республиканцами и демократами, люди понимают, что это всего лишь набивка каких-то политических очков. Но отчет, который будет сегодня по рынку труда, ожидается, что он покажет значительное улучшение в экономике и, соответственно, на рынке труда. То есть, мы ожидаем снижение безработицы до отметки в 10,5% и создание новых рабочих мест более полутора миллионов. И что здесь мы должны понимать? То есть, какие здесь могут быть сценарии? Если отчет будет хуже вот этого консенсуса, это будет означать новые вливания со стороны фискальных и монетарных властей. Если отчет будет лучше ожиданий, то, соответственно, мы можем ожидать меньшее вливание ликвидности. Как отреагирует рынок? На мой взгляд, что оба этих варианта, то есть, либо лучше, либо хуже, будут говорить о том, что рынок несколько приостановит свой рост. То есть, с одной стороны, если будет первый сценарий и данные окажутся хуже, то в целом, как я уже сказал, рынок закладывал вот эти вот новые стимулы, и для него это не будет новостью. То есть, что мы будем иметь? Мы будем иметь классическую ситуацию, значит, покупая на ожиданиях, продавая на фактах. Если вдруг мы увидим лучшие данные, это будет говорить о том, что масштабы стимулирующих мер фискальных, они потенциально могут быть меньше, либо же они будут короче по своему сроку. То есть, в конечном счете, размер ликвидности, который получат рынки, он будет меньше, и это, в свою очередь, тоже приостановит вот этот вот импульс, в котором мы сейчас находимся. Безусловно, оба этих варианта не говорят о том, что рынки уйдут на какую-то коррекцию, предпосылок пока что для этого нет, но то, что рынки могут замедлить свой рост после выхода вот этого отчета, на сегодняшний день очень вероятно. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это прогноз Goldman Sachs, в котором указывается определенная закономерность между стоимостью развивающихся рынков и динамикой процентных ставок. Так вот, на этом графике вы можете видеть следующие параметры. Черная линия показывает соотношение двухлетних государственных облигаций к десятилетним, а красная линия – это соотношение стоимости развивающихся рынков в целом к мировому рынку акций. Так вот, когда спред между ставками сужается, Goldman Sachs говорит о том, что в этот момент времени развивающиеся рынки чувствуют себя хуже, чем в целом чувствует себя мир. Но в случае появления вакцины в конце третьего квартала, в четвертом квартале, возможно, в начале следующего года, но, на мой взгляд, по той динамике вот в области разработки вакцины, которую мы сейчас видим, скорее всего, стоит ожидать появления вакцины уже в четвертом квартале этого года. Так вот, когда эта вакцина появится, это будет означать, то есть рынки начнут прайсить, улучшение экономической ситуации в целом в мире и, соответственно, рост долгосрочных ставок. Почему так? Дело в том, что краткосрочные ставки, как я уже сказал, будут находиться на минимальных значениях продолжительное время, то есть Федрезерв дает это четко понять, а вот улучшение экономической активности будет означать рост инфляции. Соответственно, долгосрочные ставки, они отреагируют на вот этот вот прогноз на улучшение инфляции, они смогут, по крайней мере, в теории отреагировать на это ростом. И Goldman Sachs говорит, что вот как только это произойдет, то есть как только рынки начнут вот эту вот историю прайсить, то это даст импульс развивающимся рынкам. Но я не до конца с этим согласен. Давайте взглянем на историю чуть шире. И Goldman Sachs смотрит вот только лишь на этот период времени, когда действительно развитые рынки, в частности Америка, показывали очень серьезный рост, в то время как развивающиеся рынки все это время отставали. Но если мы посмотрим дальше, если мы возьмем, например, период с 2003 по 2008 год, когда мы видели точно такую же ситуацию на долговом рынке, то есть мы видели, что спред между краткосрочными и долгосрочными ставками сужался, в этот промежуток времени развивающиеся рынки росли гораздо сильнее, чем росли развитые рынки и в том числе Америк. Вот как это выглядело по истории. Это у нас бразильский рынок, это у нас китайский рынок, а это, соответственно, индекс S&P 500. То есть видно, что перебита доходность просто кратно. То есть несмотря на вот эту вот ситуацию, которую отмечает Goldman Sachs, развивающиеся рынки в этот период времени росли и росли гораздо сильнее, чем развитые рынки, и в частности американский рынок. Конечно же, это не значит, что ставки совсем не влияют на динамику развивающихся рынков, но мы видим, что эта закономерность не столь явная, как об этом говорит Goldman Sachs. Но это вовсе не значит, что развивающиеся рынки на сегодняшний день не интересны. На мой взгляд, они, конечно же, интересны, но интересны они, исходя из своей стоимости относительно развитых рынков и относительно мира в целом, а не вот исходя из этой динамики, на которую обращает внимание Goldman Sachs. Если посмотреть на форвард ПЕ, то мы видим, что разрыв между стоимостью развивающихся рынков и Америкой на сегодняшний день достигает максимальных исторических значений, что, безусловно, добавляет развивающимся рынкам привлекательность. Но, как всегда, стоит вопрос, а что покупать? Стоит ли просто купить индекс на развивающиеся рынки или же имеет смысл брать отдельные страны, например, Китай, либо Россию, либо Бразилию и так далее? На мой взгляд, взять просто индекс будет наиболее правильным решением для большинства инвесторов, потому что выбирать отдельные страны, уж тем более брать отдельные компании, будет требовать определенной экспертизы как в области макро-статистики, так и в области оценки отдельных акций. Поэтому второй путь, он, безусловно, возможен, и он может принести гораздо больше прибыли, но для того, чтобы его применить, нужна, как я уже говорил, специальная экспертиза. Но, если говорить о перспективности регионов, то, на мой взгляд, азиатские страны на сегодняшний день гораздо более перспективны, чем остальные развивающиеся рынки. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, это о развитии инструментов для инвестирования. На сегодняшний день появляются такие ETF, где существует защита от падения. И здесь вот в статье на Bloomberg говорится про ETF с тикером POCT. И здесь указывается о том, что в момент падения мартовского, который мы видели, этот индекс упал на 17%, в то время как индекс S&P 500 упал на 30%. И такие инструменты на сегодняшний день привлекают инвесторов. И тут мы должны понимать, что, конечно же, эти инструменты интересны, но ценой вот этой вот меньшей волатильности и меньших просадок является более низкая доходность, которую эти индексы генерируют. Вот как динамик этого фонда соотносится с индексом S&P 500 за все время его существования. То есть, да, мы видим, что в моменты падения он падает меньше, чем широкий рынок, но и, как я уже говорил, растет он хуже. Тем не менее, просадки тоже достаточно ощутимые. То есть, здесь рынок упал на 30%, этот фонд упал на 17%. Для непрофессиональных инвесторов этот фонд, безусловно, интересен и имеет смысл обращать на него внимание. Но те, кто готов заниматься управлением своим капиталом более активно, есть гораздо более интересные возможности. Ну, например, вот на доверительном управлении, также у себя на курсе по инвестициям, я рассказываю, как при помощи опционов можно получить ноту, где у вас риск ограничен буквально, максимальная просадка ограничена буквально 5%. При этом вы получаете от 70% до 100% прироста фондового рынка. И, например, в момент вот этого падения, когда рынки упали на 30%, в зависимости от полученных цен, счета, которыми я управляю, счета моих студентов, они в целом показали от минус 2%, то есть не 30%, не 17%, а минус 2% до где-то плюс 2-3%. То есть это гораздо интереснее, чем вот этот вот фонд. То есть, опять-таки, если вы готовы более активно заниматься управлением своим капиталом, то вы легко сможете найти более интересные возможности, чем вот этот вот фонд. Теперь давайте поговорим про драгоценные металлы. Не так давно я выпускал видео, где подробно рассказывал про факторы, которые оказывают наибольшее влияние на стоимость на рынке драгоценных металлов. И, безусловно, факторов, которые бы указывали за падение цен, практически нет. То есть очень сложно найти факторы, которые бы указывали за снижение цен на рынке драгоценных металлов. Тем не менее, рынок – это не только фундамент, рынок – это еще и баланс покупателей и продавцов. И на сегодняшний день очевидно, что рынок очень сильно перегрет. И если посмотреть, например, на серебро, которое сейчас является более бычим, чем золото и показывает лучший перформанс. И не упущу шанса себя похвалить, скажу, что про привлекательность серебра я говорил еще в прошлом году. Так же, как и в целом, про весь рынок драгоценных металлов. Так вот, если мы посмотрим на техническую картинку на рынке серебра, то мы можем найти очень интересные аналогии по истории. И похожую ситуацию, которую мы наблюдаем на сегодняшний день на рынке серебра, мы видели в 2017 году на биткоине. То есть, мы видели выход очень большого объема, уперлись в уровень. На серебре это уровень 25, на биткоине это был уровень 10 тысяч. И дальше, после небольшого флета, цена просто улетает вверх. Но это движение сигнализировало о том, что рынок достиг своего максимума. И максимум на сегодняшний день по биткоину до сих пор, как мы видим, не перебит. То есть, после вот этого вот ценового всплеска рынок ушел в очень и очень широкий и долгосрочный флет. И по серебру, и в целом по рынку драгоценных металлов, которые мы сейчас наблюдаем, вот этот вот импульс, очень вероятно может быть одним из последних в рамках вот этого аптренда. Но, в отличие, конечно же, от биткоина, фундамент у драгоценных металлов значительно более сильный. И в отличие от криптовалют, которые уже несколько лет находятся в широком флете, драгоценные металлы очень вероятно будут иметь менее продолжительную коррекцию. Теперь поговорим про энергетику. И начнем с нефти. По нефти мы видели обновление вот этого вот локального максимума на данных по запасам из Соединенных Штатов, которые сократились больше, чем ожидал рынок. Но, если мы взглянем вообще на фактические значения вот запасов в Соединенных Штатах, то мы увидим, что на сегодняшний день они находятся значительно выше максимальных отметок за 5 лет. То есть, в целом, никакого дефицита нефти на сегодняшний день не существует. И именно поэтому вот этот всплеск, который мы видели, он не получил продолжение. Да, если говорить про долгосрок, я об этом говорил в предыдущих видео неоднократно, по нефти мы имеем в целом бычий фундамент на горизонте 6-8 месяцев, 6-12 месяцев и так далее. То есть, по мере восстановления экономики спрос на энергоносители будет расти и, соответственно, это будет приводить к росту цен на нефть на фоне вот этого сокращения ОПЕК+, которое мы имеем. Но очень вероятно, что этот аптренд, он будет вот в таком виде, в котором мы сейчас наблюдаем. То есть, это вяло текущий флет. Потому что, как я уже сказал, никакого дефицита на рынке нефти на сегодняшний день нет. И причин для устойчивого аптренда выше 50-55 долларов за баррель на сегодняшний день я не вижу. С точки зрения торговых идей, те опционы кол, которые мы ранее продавали, они уже стекли давным-давно неисполненными, были закрыты, точнее, с прибылью 80-90% от максимума. Но эта идея, она на сегодняшний день продолжает быть актуальной. То есть, при каком-то ценовом всплеске вновь продажа опционов кол будет интересна. И я, соответственно, буду ее использовать. Но то же самое можно сказать и о продаже опционов пут. То есть, нефть, она интересна для продажи в обе стороны. Нужно лишь увидеть какой-то ценовой всплеск либо вверх, либо значительное снижение от текущих отметок. Потому что фундамента для устойчивого снижения по нефти тоже нет. То есть, себестоимость у большинства производителей находится как раз-таки примерно в этом диапазоне. И длительное время нефть находиться ниже этих отметок просто чисто технически не может. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, так это о том, как вместе с погодой приходят торговые возможности. Наверняка многие из вас слышали о том, что сейчас в Америке бушует ураган Исайя. И как говорят метеорологи, это самый быстрый старт сезона ураганов с 1851 года. И вместе с приходом этого урагана мы увидели скачок в ценах на рынке газа. Почему так происходит? И вообще, почему газ так реагирует на вот эти вот погодные катаклизмы? Дело в том, что если кто-то не знает, в Америке существует и существовал так называемый сезон ураганов, который начинался в конце лета, в начале осени. И ураганы происходят вот в этом участке. И раньше, вот например, в 2007 году, в 2005 году, производство газа было сконцентрировано вот в этом вот заливе. Примерно 15% приходилось вот на этот регион. И, соответственно, когда сюда приходили ураганы, производство это отключалось и цены на газ, они, соответственно, взлетали вверх. И когда ураганы набирают свою максимальную мощность, вот по истории газ реагировал вот таким вот образом. То есть, цены на газ очень сильно взлетали. Но на сегодняшний день структура производства, структура добычи газа в Америке, она поменялась. То есть, газ стал сланцевым. И, соответственно, вот на этот вот регион, который я показывал, на него уже приходится примерно несколько процентов. То есть, уже нет такой большой концентрации добычи. То есть, газ весь стал сланцевым и, в общем, стал более диверсифицированным. Поэтому влияние ураганов на сегодняшний день на стоимость газа, оно не такое, как было раньше. Кроме того, если мы посмотрим на запасы на рынке газа, то на сегодняшний день они находятся на максимальных отметках за последние 5 лет. То есть, на сегодняшний день на рынке газа нет никакого дефицита. И такой ценовой всплеск дает нам возможности продавать опционы колл достаточно далеко от текущих значений. Да, в теории вот эта вот ситуация с ураганом может перерасти во что-то похожее, что мы видели в предыдущие года, и цена на газ взлетит. Но поэтому я и мои студенты мы продаем не просто опционы, мы продаем опционные конструкции с закрытым риском, то есть, где существует хэдж. И даже если цена вырастет, то, во-первых, в худшем случае у нас будут просто ограниченные убытки, а в лучшем случае мы в теории можем получить такую же ситуацию, как была на рынке нефти, когда в Америке цена опустилась ниже нулевой отметки. В этот промежуток времени мы не то, что не потеряли деньги, мы заработали значительно больше, чем обычно зарабатываем, продавая опционы. То есть, правильная опционная конструкция, она в целом дает возможность не бояться вот этих вот потенциальных ценовых всплесков, которые могут произойти в случае ухудшения погодной ситуации. Теперь давайте поговорим про валютные рынки и в частности про евро. В некоторых предыдущих видеороликах я говорил о том, что рост евро он ограничен, потому что весь этот рост, он по сути заключается в снижении курса доллара за счет тех вливаний долларовой ликвидности, о которых мы говорили в начале этого видео. То есть, нет никаких внутренних причин, по которым бы евро могло расти. То есть, весь этот рост это исключительно снижение курса доллара. И одной из торговых идей, которые я озвучивал, была продажа опционов колл, там на страйке 1.23, 1.24, 1.25 и так далее. И вот на сегодняшний день мы видим, что евро не падает, то есть, евро находится во флете и в целом эти позиции, они находятся в небольшом минусе. Что я здесь могу сказать? Во-первых, это то, что мое долгосрочное видение по этому инструменту оно не изменилось. Я не вижу до сих пор причин, по которым бы евро могло устойчиво расти. Рано или поздно рынок вспомнит, что в еврозоне тоже не все так сладко, что есть страны банкроты, что экономический рост оставляет желать лучшего и так далее. То есть, рост евро рано или поздно он прекратится. Во-вторых, даже если эта позиция принесет убыток, то мы должны понимать, что это трейдинг. И даже если мы возьмем те публичные рекомендации, которые были у меня на YouTube-канале, мы три раза заработали на сделках по золоту, мы несколько раз заработали на сделках, публичных сделках по нефти. Недавно мы заработали точно так же по продаже опционов кол на евро, мы заработали на пшенице. Сделка по сою, о которой я тоже сегодня скажу, она на сегодняшний день приносит прибыль. То есть, мы заработали очень-очень много раз. И даже если в одной сделке из 10 мы потеряем деньги, в этом нет ничего страшного. То есть, так выглядит трейдинг. У вас есть сделки, где вы зарабатываете, и у вас точно так же есть сделки, где вы теряете. Важна лишь статистика между этими сделками. То есть, зарабатываете ли вы больше, чем теряете на дистанции, только лишь это имеет важность. И что касается продажи опционов, что касается той стратегии, которую я использую, вы можете видеть, вот даже исходя из публичных сделок, что эта стратегия имеет положительное мат ожидания. Поэтому нет никаких проблем. Да, мы можем потерять деньги. То есть, в этом нет ничего страшного. Я не гуру, а эта система не грааль. Вот. Но повторюсь, что долгосрочный взгляд на евро у меня сохраняется, и в целом я эту позицию у себя удерживаю. Ну, и сделка по СОИ, которую я рекомендовал у себя в Телеграм-канале, ссылка на которую будет в описании к этому видео, на сегодняшний день приносит прибыль. То есть, мы видим, что СОИ падает, и, соответственно, те опционы, которые мы продавали, они обесцениваются на сегодняшний день около 50-60% уже прибыль. То есть, в целом, динамика та, которую мы ожидали, и если все будет идти вот в нужном для нас ключе, в ближайшее время по этой позиции мы закроем прибыль. И как вы можете видеть, для того, чтобы находить торговые и инвестиционные возможности, вы должны уметь анализировать рынок. И вы должны уметь анализировать рынок правильно, потому что есть правильные методы анализа, а есть методы анализа, которые просто делают ваш график красивее. И в это воскресенье в 18 часов по Москве я буду проводить мастер-класс, посвященный методам анализа рынка. И также, кроме того, что мы поговорим про методы анализа рынка, мы поговорим про принципы поиска торговых и инвестиционных возможностей. Поэтому, если вы хотите получать доходность больше, чем в пассивных инвестициях, и готовы тратить на это больше времени, обязательно регистрируйтесь на данный мастер-класс. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Ну, а с вами был Андрей Михайлес. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Спасибо, что смотрите. Жду от вас реакцию по поводу того, насколько вам такой формат понравился, интересен, полезен. Если это так, то ставьте лайки, не забывайте делиться этим видеороликом со своими друзьями. Ну и до новых встреч. Спасибо за внимание. Пока-пока.